Всем привет, ребята! С вами снова я, Ева, и моя неделя влогов начинается прямо сейчас. Ребята везут меня в аэропорт, я не верю, что лечу в Москву, мне странно, мне очень странно. У меня вылет в 2 часа, сейчас 10, и мы заедем покушать наше любимое место Чихпиле. У меня два чемодана, спасибо, турки Шарилан, люблю, обожаю два чемодана за стоимость билета. Просто тук-тук. Я в шоке, моя мама будет меня встречать, я только что с ней разговаривала. У меня очень много с собой вещей. Я помола голубого, она такая, типа, преж, знаете. Короче, я в шоке, мы сейчас поедем, и мне нужно снять еще начало для английского влога, поэтому увидимся с вами где-нибудь. Короче, мы приехали в Чихпиле, тут завтраки, попробуем. Что мне не положено, бургер ни одного? Да, у меня нет бургера. Ром. Как бы, говорю, что вы мне посоветует, если кто-то ничего не понимает в этом Чихпиле. Ну и вот, еда без бургера. Зато это наггетсы, они вкусные. Я взяла картошку зачем-то-то и хашебрауны. Вот так вкусненько. Вот так вот выглядит бургер. Тут куличка, яйцо и сыр. Очень вкусно, такой, знаете, бреквест-бургер. Можно я вам кое-что скажу? Никогда не, если вы приходите в заведение, не спрашивайте. Не спрашивайте, что вы мне посоветует. Нет, если вы знаете язык, поспрашивайте. Типа, он бы тебе сразу сказал, ну, я тебе советую салат. Ну да, кстати, да. А я не слышал, что он сказал, он сказал, чикен, хуикин, я говорю, ну ладно, давай. Ну, если бы ты знал бы язык, ты бы понял. А это точно салат? Чикен бол. Подождите. Подождите, это не салат совсем. Ну, какая ради, забыл. Ай, это омлет. О май гад. Только пальцами-то есть, но неудобно будет все равно. Харватый чак. Кушаем пиццу. Скажи, я как это, что ты милой мой. Пикник, трехсотоксистый чак. Ну, капнула все. В общем, мы решили сцепи поменяться местами, потому что мы поняли, ну, как бы, я вожу чуть побыстрее, поскоростнее. И я просто переживаю, что я опять никуда не успею, хотя у меня еще до вылета часа три, четыре, сколько. Короче, Степ, зачем ты это держишь? Вот она, она завелась. Короче, мы поняли, что будет безопаснее в плане времени, если я поведу. Увидимся в аэропорту. Я приехала в аэропорт, ребят. Какая елочка, буду смыть. А почему мне так странно? Что мне делать за этим? Все на себе или вот так вот? Ой, я не знаю, как устроить это все. Не-не-не, я тебе не тяжело. Ну, я на всякий случай. Степ, ну что, мне страшно. Надо паспорт подготовить. Не, лучше на сумку надеть. Подожди. Давайте сторис. Хотя. Ребята, я вышла в самолете. Смотрите на мой прекрасный, в России. На эти 15 часов, где-то стараюсь купить объект, не ешь. Ну, потому что мне не хочется абсолютно быть awake на этом плане, скажу. В общем, ребята, я проснулась, потому что захотела бы идти в туалет. И я посмотрела, что лететь еще всего лишь 7 часов. Это очень быстро. Это половина пути. Пойду дальше спать. Постараюсь не пить воду. В общем, ребята, я уже в Стамбуле. И это был трэш, какой перелет. У меня до сих пор заложены уши. Но на самом деле было не так уж и сложно. Я спала часов 8 из этих таблеток. Вот сейчас я не буду их пить, потому что я понимаю, что у меня лететь всего лишь 4 часа. И типа, это странно это пить. Это типа как стендворное, наверное, только более такое, знаете, лейтовое. У меня сейчас пересадка. Я выйду в Москву. Это очень странно. Я иду к Сунду-Гейту. У меня еще где-то полтора часа до самолета. Я боялась, что мой самолет этот. Опоздаю, и я не успею на следующий. Но все. Короче, я бежу, так иду уже полчаса. С Сунду-Гейта бегу, иду. Я вышла с самолета в час. Я сидела спереди. Я вышла почти с самого начала. То есть давно. Через секунду. Я уйду уже 30 минут. Я же вспомнил. Вот я так и прилетела в Москву. И сейчас иду забирать багаж. Почему мне так волнительно, я не знаю. Пизда. В общем, вы же знаете, что я живу в отеле. Как бы да. И мне тут абсолютно неудобно. И даже, я бы сказала, невозможно просто готовить. Ну, типа, как мне тут готовить? И также я, конечно же, огромнейший фанат доставок, потому что все время заказываю еду и так далее. Так вот, я нашла одну очень классную. И сейчас я хочу вам про нее рассказать. Вы, типа, посмотрите на это. Фарфор — это федеральная сеть доставки еды, которая доступна более чем в 90 городах России. И также у них есть точки в Казахстане и в Кыргызстане. Мне очень нравится эта доставка, потому что там есть огромное количество разной еды. Вы просто посмотрите, сколько тут всего. Роллы обычные, сладкие, я не знаю, с лососем запеченные. Пицца разные тоже вкусы. Вок, просто пироги, да все, что вам, в принципе, захочется. Короче, можно заказывать хоть каждый день, и вам не надоест. Но это как раз-таки для меня. Также суперудобное приложение, понятный интерфейс, что тоже немаловажно. В общем, ребят, одни плюсы. А, кстати, там еще акции сейчас проходят. Пицца Пепперони в подарок от 500 рублей по промокоду MILLER. Успейте воспользоваться до 30 апреля на парпор.ру. Короче, я только пока перекусу, а вы можете переходить на сайт и тоже выбирать еду. Привет. Ты че, плачешь? Ты че, плачешь? Че плачешь-то? Выросла старенькая. Да, выросла? Да. Мамулечка. Че, не спит? Спит, спит. Мамулечка. Давай. Бабуль, привет. Привет. Кто это? Кто это? Кто это? Привет. Стой. Ты спала? Ну как ты? Хорошо. Какие планы? Какие планы? А ты вообще, ну, ты не в шоке, что я приехала? Я почему должна быть против? Нет, не в шоке. Не против, а в шоке. Нет, я уже так приедаю. Подготовилась? А ты же говорила тогда, что в конце месяца. Ребята, это моя ячерица. Кто помнит, она выглядела очень маленькой вот так вот. И сейчас она выглядит огромной. Привет. Ты кто такой? Ой, она надулась на меня. Ты меня не помнишь. Да, она спокойная. Давай я ее возьму. Она свои шипы над... Нет, нет. Она как будто меня укусит сейчас. Нет, она не кусает. Не кусается. Она не кусается. Ты посмотри, как она смотрит. Ты видишь? Влад, ты видишь это? Она привыкла смотреть. Ага, она рот открывает на меня. Дождите, ты ей поглажешь? Нет, мам. Я ей не доверяю. Вот, все. Давай, давай. Все еще кладь. Замена руки прошла? Ага, ты колючая. Это Тэш. Моя ящерица, я ее боюсь. Она какала опять. Ребят, это Тэш. Она так не какала. Лаки, привет. Ты меня помнишь? Лаки, если ты меня забыл, я не выдержу этого. Я просто не выдержу. Лаки, это я. Это я. Привет, Лаки. А ты видишь, как он дом стоит, говорит? Кошмар. Лаки, идти ко мне, выйди. Лаки, тебе придется выйти. Лаки, вылазь из дома. Лаки, ну иди. О, боже. Это невозможно. Что? Алё, ты слышишь, как он делает? Куда он залез? Лаки, ну пожалуйста. Лаки, мне очень надо. Ребят, посмотрите, это моя шиншилла. Лаки, которая выросла и стала толстой размером с моего. Она не толстая, надутая. Надутые лакушки, надутые маленькие лакушки. Такой пушистый, мягкий. Ты помнишь, как ты со мной сидел везде, бегала? Ты помнишь? Ребят, вот так проходит кормежка моей ящерицы. Она стала какой-то сумасшедшей. Она видит еду живую, и у нее просто сносит бошку. Посмотрите на это, и кот туда же. Ну быстрее, фу, она шевелится. Привет, кошка. Ребят, посмотрите, она просто... Посмотрите на нее, она готова сбежать. Ужаса. Ребят, кто помнит, моя бабушка делала татуировку вместе со мной в одном из влогов. Она выглядит идеально. Как тебе мои татуировки? Что скажешь? Как будешь снимать, бедная девушка? Что снимать-то? Татуировки снимать? Да. А вот это хочешь посмотреть? Закатай рукав. Крылатый змей. Нравится? Да. А что это красный? Это что, кровь в нем? Как кровь? Ну звездочки, бабуль. Что? Ты рада меня видеть хоть? Очень. В целости и сохранности. В общем, ребята, я только приехала в отель. Уже ночь. Я засиделась у мамы и у бабушки очень долго. Сейчас разгружаюсь точнее и заселяюсь в отель, потому что с утра у меня съемка. Короче, такие дела, что я уже нахожусь в отеле. Ребята, тут не было лифты. Я тащила все свои чемоданы. Вдвоем вместе с администратором девочкой, которая мне помогала. Она такая милая. На четвертый этаж мы несли два моих чемодана. Ну хорошо, что они не такие тяжелые. Я лежу на кровати, готова вырубиться. Время только всего лишь 10-20. Я очень хочу спать. Я просто, ну, схожу с ума. У меня очень болит голова, вот. И я даже не буду пить таблетки, потому что я и так вырублюсь просто. Так вот. Помс. Завтра у меня съемка, поэтому на этом я закончу сегодня первый день недели влогов. Я надеюсь, он был интересен. Я очень, так скажем, к сами, к следующим дням, что будет происходить. Поэтому не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой телеграм-канал. Там я постоянно выкладываю более свежие новости, где я, что я и так далее. Всем спокойной ночи и ждите следующую часть недели влогов.